Почти полтысячи квадратных метров – это площадь нового универсального спорткомплекса. Современные материалы позволяют создать максимально благоприятные условия для занятий. Сэндвич-панели, из которых сделаны стены, выдержат даже 30-градусный мороз. А уникальная система обогрева и вентиляции обеспечивает оптимальный микроклимат внутри помещения. Здесь в полной мере реализована программа «Доступная среда». Заниматься в спорткомплексе смогут и люди с ограниченными физическими возможностями. Сейчас заканчивается внутренняя отделка и монтаж оборудования и сантехники. Сегодня в 21-й школе сформировано 30 классов, всего 804 ученика. По нормативам каждый ребенок должен заниматься физкультурой 3 часа в неделю. Этот параметр выдерживается, однако качество тренировок оставляло желать лучшего. Условия не позволяли. Раньше это была старая котельная. И, соответственно, ни о какой силовой нагрузке, ни о каком выполнении программы по физкультуре вообще не шло речи. Реализация этого большого проекта. Оно, конечно, позволит нам выйти на полную реализацию такого учебного комплекса, как физическая культура с 1 по 9 класс. Игровое поле соответствует всем стандартам. Оно подходит как для баскетбола и волейбола, так и для мини-футбола. Зал позволяет заниматься и силовыми нагрузками. Помимо этого уже есть договоренность со спотшколами. В скором времени здесь откроются секции самбо, дзюдо и бокса. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапрегион.